Премьер-министр Молдовы отчитался в парламенте о работе правительства за три года. Павел Филипп напомнил, какую больную, по его словам, страну правительство получило в 2016 году. И вот теперь он заявляет, что ему удалось стабилизировать экономику, провести реформы и увеличить благосостояние граждан. Этот отчет прозвучал только перед депутатами правящей коалиции. Социалисты в знак протеста на него не пришли, коммунисты, либералы и либерал-демократы заседание покинули. Потому переживать за острые вопросы от оппозиции премьеру явно не стоило. Но это не значит, что их нет. Как, впрочем, и мнение самой оппозиции о работе Кабинета министров. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И я представляю гостей, с которыми я непосредственно буду обсуждать отчет премьер-министра Республики Молдова. Те люди, которые добрались сегодня до Полюса. Владимир Односталко, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Михаил Пойсик, доктор экономики, эксперт в области экономики. И ждем вице-председателя парламента Валерию Гелецкий, который обещался, что он непременно будет. И мы его ожидаем буквально с минуты на минуту. Ну, пока господин Гелецкий придет к нам, дойдет до нашей студии, давайте обсудим вот какую реплику премьер-министра. Он сказал так, почему оппозиция ушла из зала? Потому что оппозиции не за что было его критиковать. Он сказал так, если бы было за что, то оппозиция осталась бы в зале, писали бы свои острые вопросики, задавали бы мне. А так все прекрасно, все замечательно. И доклад прям так и назван. Достижение правительства. Не отчет о работе, а достижение правительства. Поэтому, что здесь правда, что нет? Господин от насталка. Господин Филипп, вот как вы сказали, что страна была, с болезней стало меньше, было больше болезней. Он меньше тогда болезней, в 2016 году. Он в принципе прав. Почему? Потому что, если мы по-прямому будем рассуждать, то болезней это у нас действительно больше. У нас и СПИД, у нас и наркомания, у нас и туберкулез, и онкозаболевания, и другие-другие начали расти. Это к вопросу о том, что мы стали жить лучше. Это же не от добра-то появляется. Что касается нашего присутствия, понимаете, это же цирк, очередной цирк. Когда документ называется «Достижение», и в нем кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И парламентское большинство, мы знаем, какие они вопросы задают, они не задают. Они задают проблемные вопросы, где надо улучшить ситуацию. Они задают вопросы, которые помогают премьер-министру раскрыть еще пару цифр успешных о его деятельности, о деятельности парламентского большинства. И участвовать в этом цирке, как сказал господин Бетринч, очень правильно. Потому что это именно так. Он сказал «Спарс», по-моему, еще такое слово. С режиссированным цирковым представлением. А, вот так, да? Да, то, естественно, зачем создавать им массовку? Когда у них и так, мы же знаем, они же голосуют как машины. Пришел премьер, массовка есть в виде парламентского большинства, и у них все замечательно. Поняла. Господин Посик, у вас по этому поводу какое мнение? Есть два принципиальных момента. Новый стиль управления правящей коалицией заключается в том, что они дают материал, либо вообще не дают до начала заседания. Вот там больше ста страниц. За сколько они дали вам до заседания? За полтора часа. Я его начал просматривать. Вот представьте себе, то есть надо въехать во все те показатели, оценить их, дать резюме, как это можно сделать. Вот вы доктор экономики, сколько вы изучали этот доклад и делали какие-то выводы, чтобы вы были готовы составить собственное впечатление? Сколько ушло времени? Дело в том, что вы понимаете, это не одна страница, одна минута, образно говоря. Есть страница, где копаюсь полчаса. Ну я понимаю, поэтому это много времени занимает? Это много времени занимает, и более того, вот примерно так же, я просто говорю, почему это стало нормой, потому что точно так же принимали закон о бюджете, проект закона в правительстве. Значит, информационная записка, там тоже около ста страниц, которые объясняют, какие были показатели до этого. Причем это прописано в законе о бюджетном процессе. Они обязаны вместе с проектом бюджета, изменения закона, они должны представить эту ноту информативы. Значит, они ее опубликовали уже после заседания правительства. Это все равно, что, понимаете, слепым котятам рассказывать о том, какой мир, какие деревья, какие, понимаете, да? То есть они не видят это, ничего не понимают и так далее. И сегодня просто невозможно было с этими документами ознакомиться. А вторая записка, которая дает оценку, там было с дня через три после заседания правительства. А вторая записка, анализ деятельности государственных предприятий, государственной собственности, это вообще было с дней через десять. Потому что я звонил в Министерство финансово, говорю, ребята, вы чего? Заслуживают на заседании правительства, где нота информативы? Они не знали о том, что есть бюджет. Вот в чем проблема. То есть, понимаете, это превращается просто в формальные мероприятия, где все поднимают одобряемость, не вникают абсолютно цифры. По содержанию мы потом поговорим. Мы поговорим, я поделила на определенные блоки, потому что это очень интересно, мне так кажется. Я предлагаю, давайте так, экономика, какие-то цифры, которые сам же озвучил господин премьер-министр, социальная сфера, то, чем особо они гордятся, внешняя политика и далее по плану посмотрим. Смотрите, экономика. Что сказал премьер-министр? В экономику страны за три года, я акцентирую внимание, вообще весь доклад построен, что это не последний год, а вот он предпочел за три года столько, сколько он был вложен в премьер-министр. Значит, были вложены иностранные инвестиции на сумму 130 миллионов долларов. По его словам, экспорт вырос на 30%, доходы на 5 миллиардов леев. Кроме того, стабильный экономический рост в 4,5% в 2017 году, а в этом году во втором квартале 5,2%. Абсолютно 3,8%. Ну, это вы уже сейчас считаете. Двигатели экономики заработали и набирают обороты, заявил премьер-министр. Вот давайте теперь рассуждать, да, что здесь вам кажется истинным, что нет. Я бы как бы, чтобы телезрителям было проще и понятнее, мы сделаем три блока, я предлагаю. Первый блок, это рабочие места, да. Второе, это инвестиции. Это я к социалке отнесла, если позволите. Пожалуй, нет, можем так. Там 170 тысяч, это мне очень интересно, я попозже. Нет, да, я потом тоже расскажу, это можно поменять местами, просто я хочу, чтобы понимали, то есть для электората они слабо понимают, что такое РОС ВВП, инфляция, когда проценты называют, как они изменились, чего там это, курс валюты и так далее. Для них главное, если рабочие места созданы дополнительно, власть работала хорошо, и тогда можно как бы смотреть все остальное. Если рабочие места в минусе, уже мой теперь лазеря о чем угодно, все, это жирный минус. Ну, а с другой стороны, господин Пойсик, вот когда задают вопросы, как обстоят у нас дела в экономике, то оппозиция говорит, что у вас с инвестициями иностранными, у вас ситуация препаршивая, а здесь вот такие цифры, поэтому давайте... Я бы назову тоже цифры. Вот давайте разберемся. Давайте, 2008 год, последний год партии коммунистов, когда правили, значит, прямые иностранные инвестиции в внутреннюю экономику, 711 миллионов долларов. 130, сравните. За один год 711 миллионов долларов? За один год, да. 2008 год. То есть вот столько. Да, 711. То есть в среднем, если взять... А тут 130. Да, 130. Значит, у них идет сокращение, значит, в среднем где-то по годам, потому что там колебания. Вот кто-то влил деньги, в этом году чуть больше, какой-то год меньше, но в среднем, можно считать, что они упали где-то примерно в 3,5 раза. Значит, это первый вопрос принципиальный. Но если мы говорим сегодня об инвестициях, да, то есть такое... Национальный банк не подвел итоги за 9 месяцев, поэтому можно было сходиться статистикой. Статистика говорит, например, о чем? О том, что она подсчитывает инвестиции в досрочные материальные активы. И вот здесь они как бы говорят о том, что у нас инвестиции выросли аж на 13,5%. Но при этом они не говорят о том, что инвестиции государства выросли в 2,4 раза, а местных бюджетов в где-то 30 с лишним процентов. То есть бизнес не вырос, и иностранные инвестиции не выросли. Там такие цифры, где минус, где чуть-чуть небольшой плюс и так далее. И в прошлом году тоже в минусе. Значит, иностранные инвестиции минус 7, и бизнес там дал несколько процентов минус. Вот о чем идет речь. То есть, получается что? Что государство набирает огромные долги. Они приблизились уже где-то 2 миллиарда... Вот сейчас есть внутренний долг, есть внешний долг. Да, да, да. Мы говорим вместе. Я могу назвать цифры распределения. Вы эту цифру? Они примерно... Я могу и проценты назвать. Нет, потому что все эти проценты в принципе вряд ли. Да, да, да. Они примерно пополам. Внешний долг чуть больше, внутренний чуть меньше. И так далее. Значит, но вот очень интересный момент. Рост обслуживания этих долгов 2 миллиарда, и выросли они ровно на ту сумму, вот рост, сколько мы сегодня выделяем на культуру. На там 200 где-то 30 миллионов. Вот, чтобы было понятно. И если сравнить долги наши, там было 54 миллиарда где-то с хвостиком, но стало 63. Вот, наконец год будет 54, потому что оценка идет, и 63 будет на следующий год. То есть, рост на 13%. То есть, с каждым годом долги нарастают. И поэтому они сейчас как бы берут деньги в долг, да, берут деньги в долг, и это положится на будущее поколение. Это же так. Причем они сегодня в основном стараются брать деньги с тем, чтобы не возвращать ни долги, ни проценты, так называемые заморозки. Поняла. И все это, и от того, что выросло в 2,4 раза бюджетное финансирование, 2,4 раза, и на 31 место, это же не бизнес инвестирует, мы говорим о инвестиционном климате в стране. Вот это главная проблема. Я благодарю вас за ответ, а нашим телезрителям сообщаю, что к нам присоединился господин Гелецкий, вице-председатель парламента. Добрый вечер, мы рады приветствовать вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас у нас в студии, и мы сейчас говорим о докладе премьер-министра в части экономики. Я вот назвала те цифры, которые он в своем докладе предложил, и вот сейчас мы пытаемся понять, что здесь правда, что не очень. Господин Односталко, вы будете комментировать выступление в этом отношении господина премьер-министра? Я, как человек практичный, знаете, у нас как социальная комиссия говорит, поднимать можно на проценты, а результат тогда, когда человек чувствует, когда пенсионер чувствует, он получил зарплату, пенсию работающую и так далее. Вот прокомментирую один момент по поводу этого роста и увеличения, увеличения, увеличения. В прошлом году мы читали налогово-бюджетную политику, нам дали ее на три года прогнозируемо, и там был пункт по поводу индексации пенсии. 6,6 в прошлом году, так действительно и было, 6,9, точнее в 17-м году было 6,5, в 18-м году 6,9, ну было 6,6, плюс-минус несколько сотых, не суть важно, а 6,9 должно было быть в апреле будущего 19-го года, а по факту будет 3,3. Это по поводу увеличения. Я извиняюсь, перебью, они сейчас отыграли назад, если вы поднимете материалы Национального банка месячной давности, они прогнозировали инфляцию. Менее 2%, 1,9, а при инфляции менее 2% пенсия не индексируется, при том, что они заложили уровень инфляции на будущий год 7,4%, да это было 6,7,4 здесь делали. То есть они умышленно сделали, хотели сэкономить почти 500 миллионов леев на пенсионера. И они просто отыграли назад сейчас. Я поняла. Господин Гелецкий, мы говорим по поводу экономических показателей. По мнению премьер-министра, у нас выросли иностранные инвестиции на 130 миллионов долларов, экспорт на 30% дохода, как вот он подсчитал, почти на 5 миллиардов леев. Экономический рост, 2017 год. Вот эти цифры оппозиция вообще подвергают сомнению. Они говорят, что все не так. Да, у нас выросли иностранные инвестиции на сумму 130 миллионов, но если вспомнить, говорят, 2009 год, то там 700 с чем-то миллионов. А все у нас познается в сравнении. Может, не так все радужно в этих достижениях кабинета министров? Вам слово. Оппозиция, она никогда не будет соглашаться с тем, что правительство представляет по определению. Они должны критиковать все эти цифры. Я думаю, эти цифры, они реальны. Они подтверждаются результатами деятельности правительства за последние годы, а также за последующие три года, с тех пор, как господин Павел Филипп возглавил правительство. Понятно, что этот рост, он не удовлетворяет все нужды, которые есть сегодня в стране, но тем не менее он рост. Я сегодня как-то обратил внимание, один из экспертов сказал, что при нашей экономике и 10% как бы недостаточно. Ну, понятно, что может быть нам надо более 10% иметь рост, чтобы как-то догнать другие европейские страны. Но, тем не менее, у нас не отрицательный, но положительный результат в конце, скажем, вот этих трех лет правления правительства, который руководит господин Филипп. Поэтому я смотрю все-таки, как бы сказать, с точки зрения реальных цифр, что есть определенные результаты, и их нужно по достоинству оценить. Тот факт, что в 2009 году было больше инвестиций, ну, я опять не знаю. Ну, почти в 7 раз, вот говорят. Ну, я не имею сейчас эти цифры под руками, чтобы можно было их сравнить. Я помню, что когда в 2009 году в сентябре уже правительство приступило, тогда, когда господин Филат был премьер-министром, нам доложили тогда, что была дыра где-то, по-моему, 7 миллиардов, что ли, в бюджете. Это в бюджете, это инвестиции. Это не инвестиции, да, это цифра. В бюджете мы говорим об участии, но на сегодняшний день в бюджете этой дыры нет. Мы идем в этот Новый год, и даже эти увеличения, пусть они скромные, но они были основаны на реальных прибылях, на реальных цифрах, а не на дефиците или на то, чтобы создавать какую-то дыру в бюджете. Что касается тех макроэкономических показателей инфляции и так далее, ну, опять, если на сегодняшний день в стране или в экономике не ощущается эта инфляция, у нас и стабильный курс валюты и так далее. Есть другие показатели, которые указывают на то, что в банковском секторе есть стабильность, и Национальный банк выдал эти цифры, изучая, я так понимаю, те реальные показатели, которые сегодня в экономике, и я не думаю, что они занизили их умышленно. Можешь прогнозировать определенные цифры и в области инфляции, и в области дефицита, но потом реальность, она их корректирует, может их корректировать и в большую, и в меньшую сторону. Всегда так бывало, и так оно есть. Я поняла, ваше мнение, будут реплики, вы хотите что-то сказать, я видела. Вот они объявили о том, что у них поступление в бюджет вырос на 15%, звучит как бы обнадеживающе. Красиво звучит, прямо скажем. Да, но при этом они не говорят о том, что больше чем на 20% вырос импорт, а сегодня доходы бюджетов, они более чем на 60% формируются за счет НДС от импорта и акцизов от импорта. То есть не от развития экономики, а по повышениям? Конечно, просто на границе постригли и все. При этом выросли еще ставки таможенных почек, мы даже изменили ставки на бензин, на сигареты и так далее. Вот они росты, это не от того, что часть экономики ушла из тени или меньше стало, извините за выражение, контрабаса, такое непарламентское выражение. Не за счет этого, это просто само свалено снизу. Я думаю, что не за счет этого, потому что таможенная служба работает лучше, чем работала в прошлом. По цифрам этого нет. Я бы сказал, за счет чего обеспечен рост. Значит, и этот рост, он обеспечен почему? Потому что у нас вырос, еще раз подчеркиваю, больше чем на 20% импорт, а импорт, вот этот деписит торгового баланса между экспортом и импортом пополовину покрывается денежным поступлением в основном из-за рубежа от наших соотечественников. Это да. Вот как бы, это что, экономика? Теперь по инфляции, то, что вы говорите, что инфляция в этом году ниже, она же сделана искусственно. Вот вспомните, вы были в то время в оппозиции, в 2008 году, когда начался мировой кризис и начал обваливаться лей. Значит, тогда Толмач поднял норму резервирования от суммы привлеченных средств с банками для того, чтобы изъять деньги из экономики. До 22%. Тогда все кричали о том, что коммунисты вместе с... Я не коммунист, чтобы было понятно, я не защищаю в данном случае. Значит, не являюсь их адвокатом. Но тогда кричали, что вместе с Толмачем они убили экономику, что 22% заморозили деньги. У вас было 40%, вы пару месяцев назад подняли 42,5%. То есть искусственно, то есть вы искусственно откачали деньги из экономики, вы обескроили, да, и за счет этого снизили инфляцию, за счет этого держится курс. Пройдут выборы, вы вынуждены быть, потому что норма резервирования 8-10%. Поняла. Вот давайте немножечко вы сами начинаете затрагивать тему социалки. Значит, что говорит премьер-министр? За три года он уверяет, что было создано 170 тысяч рабочих мест. Средняя заработная плата увеличилась на 40%. Смотрите, как красиво, да? А темпы роста цен упали с более чем 14% до чуть более 1%. Вообще шикарно. Значит, это цифры, говорит премьер, которые не обманывают и говорят за нас. Кроме того, Павел Филипп гордится запуском программы «Новая жизнь», «Доктор для тебя», инфраструктурным проектом «Хорошие дороги», а также программой «Первый дом». Вот я хочу по поводу социальной политики получить ваш комментарий. Господин Односталка, все правда? Опять же, перейдем к практической части этого всего вопроса. Бюджеты медфонда и бюджеты соцфонда. Из чего они формируются? Две основные составляющие. Это собственные доходы, это то, что мы с вами все вместе платим, собирается. И это перечисление из госбюджета. Одна треть. Одна треть, да. Два источника дохода. Ежегодно они увеличиваются. Это действительно факт. За счет чего они увеличиваются? За счет увеличения средней заработной платы, которая складывается в том числе из инфляции. То есть из-за обесценивания наших денег. Если мы будем рассуждать по логике того, что увеличил 170 тысяч рабочих мест, это же 170 тысяч должны выплачивать налоги в кассу, медстрахование и сострахование. Там рост должен быть совершенно другой. Этого нет. Мне даже кажется иногда, что хорошо, что такие цифры оглашаются, потому что это резонирует в обществе, и люди думают, где эти люди, где эти граждане, которые рядом со мной. Да, есть некоторые предприятия, открылись новые. То есть, понятное дело, хочешь, не хочешь, с годами при любой власти будут открываться рабочие места. Где-то убывает, где-то открывается. Но в данном случае это совсем уже как из того фильма «Свадьба в Малиновке» знаменитого. Извините за юмор небольшой. Это в этом плане. Что касается вопроса поднятия пенсии. Есть такой механизм, как инфляция, вследствие которого появляется такой механизм, как индексация. Но это не повышение пенсии. То есть, вы считаете, что перепутали намеренно индексацию с повышением? Нет. Вот господин Пусик говорит, да. Вот когда, помните, были опять при коммунистах, я еще раз вычеркну, что я их не адвокат, они, помните, проводили индексацию, плюс к этому повышали пенсию на 20%. Ну, это да, помню. Тогда как было? Давайте господин Анасталко договорить. Пенсионер как покупал ручку, условно говоря, так он и стал в этом году так же покупать ручку. Просто ручка-то дороже стала. Если возвращаясь к тому, что вы говорите, господин Пусик, там ситуация какая? С момента начала индексации пенсий по новому закону 156, который был принят, я имею в виду не в прошлом году, а после того старого закона, это 2003 год. Сегодня 2018 год, то есть за 15 лет у нас первый раз 3,3% индексации. Такого не было низкого уровня. И опять же сравнивал цифры за те годы правления коммунистов, гречаной, и за эти годы, там разница 3-4-кратная. Перепад давления в соцбюджете, это не бывает такого, что сегодня есть, завтра нет. Что касается увеличения средней пенсии, опять же она растет, увеличивается, скажем так, вследствие уровня инфляции. Но сколько можно купить на эту покупательская способность этих денег? Я думаю, господин Пусик, он как экономист, уже нам более подробно объяснит, потому что здесь очень интересны эти вещи. Другой момент. Повысили, сейчас вот там 600 лет дают и так далее. Для пенсионера любые деньги это деньги. Это надо признать, и слава богу, что эти деньги есть. Другой вопрос, за счет чего формируется. Вот вы мне напомнили то, что я давно хочу сказать, но все время не хотел разочаровывать наших правителей в их уникальности. Ведь у нас сокращение количества пенсионеров, выхожедших, уже чувствуется по сравнению с тем, что было. У нас в этом году минус 12 тысяч пенсионеров. Это статистика говорит, это господин Волков, это не я придумал. 12 тысяч пенсионеров, они ежегодно потребляли деньги из кассы сострахования. Им пенсию надо платить. Сейчас какая ситуация? Они экономят тем, что не выплачивают пенсию. Умножим это на среднюю пенсию, не будем брать другие показатели. Это раз. И второе, еще раз экономят на том, что эти люди платят в кассу сострахования, они же еще не в статусе пенсионеров. При этом другим там что-то где-то дают поверху. Вот, пожалуйста. Поэтому здесь говорить о способности экономики либо правительства к заработку собственных денег не идет. Это ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится. А что касается программ «Примакаса», да, действительно, на последнем этапе, там, где идет компенсация семьям, три ребенка, четыре ребенка, те люди чувствуют. Ну, во-первых, там жесткий отбор, во-вторых, это буквально несколько десятков семей. А все остальное, вот молодой человек пошел взять в банке X-кредит «Примакаса». Какие два плюса? Первый плюс — это то, что у тебя 10%, только они 30%, как в обычном банке. И второй плюс, если у тебя недостаточно залога, то государство тебе гарантирует, банку гарантирует, что в случае того, если случится с молодым специалистом, он уедет за границу, потому что у нас и врачи, и учителя, но не получают они такие деньги, чтобы содержать на эту квартиру, то мы эти денежки вам выплатим. Но процедура отбора квартиры, она такая же, как и у обычного клиента банка. Поняла. Господин Гелецкий, нет такого доверия к тем словам, о которых говорил премьер-министр, вот вы будете сейчас говорить, что все не так, как считает оппозиция. Доказывается, с моего точки зрения. Ну, а что доказывать? Еще раз говорю, оппозиция, конечно, она будет критиковать, тем более, вот на носу уже выборы, она же не может согласиться с тем, что есть опять какие-то результаты. Господин Насталко говорит об инфляции. Но опять, если инфляцию, надо какие-то цифры использовать. Я не согласен с тем, что эта инфляция как бы так, она неправильно посчитана. Смотрите на цены, все-таки цены на основные продукты, они не поменялись. Опять, курс валюты, он тоже не поменял. Смотрели овощи и фрукты, цены. Ну, при чем-то страна, которая этот... Ну, едет нормально, это для того, что те люди, которые выращивают эти овощи и фрукты, они не должны жить на бесценках, правильно? Они уже вырастил то яблоко, вырастил, не знаю, ту помидору и так далее. Не надо сейчас... Для меня всегда было непонятно этот принцип коммунистический, почему хлеб должен быть 15 копеек, понимаете? Не уровень цены, а рост и цены. Даже не об этом говорим. Мы говорим о том, что эти люди, они выращивают своим потом, своим трудом. Тем более, это люди, которые работают на силе. Почему он за бесценок должен продать тот килограмм пшеницы или тот килограмм помидор? Я так не согласен с этим подходом. Но я говорю, у нас основные продукты, мы говорим термоносители, мы говорим другие основные продукты, которые сегодня, они важны для каждого гражданина. Цены-то, собственно говоря, не изменились. Поэтому я не знаю, о какой инфляции мы говорим, что люди сегодня на той пенсии, они не могут себе позволить, если даже она повысилась на каких-то 10, не знаю, процентов там, то человек это не ощущает. Это не правда, что он не ощущает. Я думаю, что каждый гражданин ощущает. И я рад, что господин Достарко отметил положительно. Хотя тот факт, что накануне праздников люди получат 600 лей, ну понятно, что эти 600 лей, они их ощутят так или иначе. Потому что для каждого из нас и 50 лей важно, но и 10 лей важно, нельзя сказать, что эти деньги, они не важны. Хотелось бы, конечно, больше, но... А вот эта цифра, рабочие места, 170 тысяч, вот многие говорят, что она завышена. Вы как считаете? Это соответствует действительности? Я не проверял департамент статистики, чтобы увидеть все эти отчеты, этих предприятий, которые они подавали эту информацию туда, чтобы проверить. Эта цифра, она очень, так сказать, строго подсчитана, или где-то какие-то допущены, ошибка, как ее подсчитали. Мне сейчас сложно договорить, я же не вел это расследование. Я всегда привык доверять. И при коммунистах, и сейчас доверяю нашему департаменту по статистике, что когда они собирают эти цифры, то они говорят нам реальные цифры. То ли это импорт, то ли это экспорт, то ли это создание новых рабочих мест, то ли это средняя заработная плата. То есть не так уж нужно все это проверить, посмотреть, сколько людей получают, посчитать, сколько людей в экономике, увидеть эту среднюю заработную плату и так далее. То есть я опять ссылаюсь на эти цифры, и из-за этих годов я не ставил под сомнение то, что статистика нам дает. Господин Пойсик, право на реплику. Смотрите, тут не реплика будет. Смотрите, во-первых, мы есть формальный и неформальный сектор. У нас в общем идет сокращение числа занятых. Но в формальном секторе у нас утрачено с 2008 года 111,7 тысяч рабочих мест, в том числе в прошлом году 11,4 тысячи. То есть идет сокращение реально. У нас идет рост за счет неформального. Мы говорим, что у нас тень и выходит экономика стоя, а там увеличится. В теневом секторе вы имеете в виду? Да, в теневом, да. Так называемый неформальный сектор. Причем, что они сделали, какую они сделали операцию. То есть я когда увидел цифры, я, ну, не знаю, меня это как бы сильно поразило. Значит, у нас вдруг неожиданно выросло на 124 тысячи мест в неформальном секторе. Ну, три квартала этого к трем кварталам предыдущего года. Я думаю, за счет чего? Начал смотреть. У нас в сельском хозяйстве было 444,7 тысячи, стало 556 тысяч. То есть на 111 рабочих мест выросло. 111 тысяч. Причем до этого, до этого, каждый второй в сельском хозяйстве производил продукции исключительно для личного потребления. То есть это больше 220 тысяч, да, производил продукции. Это какое-то натуральное хозяйство, то есть первобытное общиностроение, когда отсутствует товарно-денежное отношение, какое-то рабочее место. То есть по статистике считают, что если человек занят у себя на присадном участке 20 часов в неделю, прошивает морковку, дует козу. То есть вы считаете, что посчитали вот тех людей, которые заняты своим собственным приутателем участком? Я объясню. Потому что эту продукцию, что они вырастили морковку, ее тоже обсчитывают в валовую продукцию. И вот получается так, что у нас вот это огромное, больше 100 тысяч рабочих мест создали, а валовая продукция сельского хозяйства выросла к прошлому году на 0,2%. То есть ноль. То есть просто дали команду, что надо как-то вот общей цифрой замылить глаза о том, что у нас создаются рабочие места, да, и просто вот бухнули. Это все, что говорят цифры, это вы откройте официальную статистику, это что-то рабочая сила. Это вот коррелируется с данными бюджетов. Это не то, что вы говорите, что статистике надо доверять. Вот я говорю цифры, то есть я не говорю цифры, которые я сам считал или что-то изделил и так далее. Кстати, я даже вот посчитал среднюю заработную плату, 6400 возьмем условно, с той шкалой налогообложения, когда было 7,18 и с новой 12, с учетом освобожденной суммы и так далее. Так у нас получается там на 30-40 рублей, я завтра выставлю специально в Фейсбуке, этот расчет давно. У меня статья есть по этому вопросу, я могу назвать цифры абсолютно. Меньше получилось. Значит, у нас получается так, у нас идет небольшой рост до 3500 зарплата, а 3500 до 3800, там уже налог больше, чем платили раньше, а после 3800 снизили. И кто выиграл очень сильно, те, кто получает большую зарплату. Вот, например, Чокля, он так написали, что он получит 500 тысяч ливо отпускных. Значит, он платит на 30 тысяч ливо меньше. Понимаете? То есть кто-то получит 10 ливо, вот когда по мизеру, да? А он получит, то есть те, кто получает больше 10 тысяч, те действительно серьезно выигрывают. Внешняя политика. О ней тоже много говорил госфрин премьер, и вот что он выделил, что наш единственный выбор, единственная цель, это вступление в Евросоюз. Так и сказал. Значит, то, что происходит сейчас с Евросоюзом, премьер-министр считает, что это некая пауза. Нам нельзя говорить, как он считает о том, что у нас разрушены отношения. У нас просто пауза. И связана эта пауза с предвыборной кампанией. Когда все закончится, все будет замечательно, считает он. Своим достижением господин Филипп считает отношения с Киевом и Бухарестом. А вот то, что касается отношения с Российской Федерацией, с Москвой, то здесь у господина премьера сплошные надежды. Он так как-то интеллигентно очень сказал. Он сказал так, мы всегда в отношениях с Российской Федерацией выступали, значит, за то, чтобы у нас были взаимные уважения. Вот. А потом он прямо выразил надежду, что в будущем они и станут такими. То есть, вот как-то вот так получилось. Мне интересен ваш комментарий. Вот за эти три года, что произошло в сфере внешней политики? И, значит, тот курс, который предложила нам правящая коалиция. Господа Насталка, что это было? Я скажу то, что, знаете, общаясь с людьми в территориях и часто задаешь вопросы, что у нас же как обычно очень часто геополитика, это даже в селах, даже в селах предмет большой дискуссии. У нас нынешняя власть, она умудрилась испортить отношения со всеми, с кем можно, в первую очередь с Евросоюзом. То есть, то, что выбрал для себя господин премьер-министр, говорит, он очень правильно сказал, он для себя выбрал, это он определил, это не люди определяли, потому что опросы, мы видим, говорят другие вещи, в том числе и европейские опросы, которые у нас представляются. Они испортили отношения с Евросоюзом. Евросоюз потихонечку начал видеть, то есть, до этого он прощал, хоть и плохие ребята, но свои прощал, прощал, сейчас уже все, потихонечку терпение лопает. Хотя я уверен, что когда будет опять угроза русских, то, чем занимается нынешняя власть, вечно видит танки, вечно что-то видит, это, кстати, вопрос психиатрии, здесь я не шучу, это серьезно, нам надо рассматривать это, значит, к ним опять, может быть, повернуться. Но испортили окончательное отношение. Господин, штаты мы видим, каких пытаются, значит, мониторинг над ними проводить, мы видим вот эти вот подачки, стадион отдали, завтра еще там что-то отдадут, потом скажут, ну, у нас там еще есть немножко, мол, телекома, давайте мы его отдадим, а потом перейдут к детским площадкам, что тут вообще строить их. Логика ведь этих действий такая. Что касается Украины и, значит, Киева и Бухареста, да, действительно, это только две страны, с которыми им удалось наладить какие-то отношения. Но опять на базе чего? На базе ненависти по отношению к другим странам. В частности, мы говорим... То есть это не дружба за, а дружба против, вы считаете? Совершенно верно. С кем-то за кого-то. С кем-то за кого-то. Она-то экономически нам не приносит больших денег. Для нас что важно? Русские это хорошо, европейцы хорошо, американцы тоже хорошо. Но они там у себя, они все думают о себе. А вот наше правительство, оно думает, чтобы угодить кому-то. Для экономики это нехорошо, для людей конкретных. Что касается Российской Федерации, ну, знаете, чем больше президент Дадон работает в том направлении, тем больше они работают в обратном направлении, чтобы ухудшить, чтобы не пустить какого-то человека через таможню аэропорта и так далее и тому подобное. А результаты сотрудничества мы видим, у них с Российской Федерацией только негативные. При этом, при всем, вот обращу внимание, оно очень известно. Ну, с надеждами-то вы согласны? Например, надеяться. У человека есть право надеяться. Вот они надеялись три года, что у них все будет хорошо. Вот они донадеялись, у них 170 тысяч рабочих мест. Но это они это видят, другие это не видят. Ну, видимо, он считает, что это иначе. А при всем при этом президент выдержит очень взвешенную, просто в сравнении, политику, когда он не выступает против Европейского Союза. Да, давайте равноправно будем, давайте уважительно относиться. Он не ссорится ни с другими странами. Ну, а здесь видно уже агония. Сплошная агония, знаете, обычно как загнанный зверь, он бежит по пути наименьшего сопротивления. С вами сейчас будет спорить господин Гелецкий, я в этом уверена, что будет спорить, поэтому предоставляем ему слово. Пожалуйста. Давайте так, да, взять несколько сегментов. Что касается наших отношений с Евросоюзом, они действительно на нынешнем этапе не самые лучшие, если взять вот с 2009 года, как эти отношения развивались. Но причиной тому и внутренний кризис, когда в 2015 году правительство, которое, руководил господин Гелец подал в отставку, но они вынуждены были идти в отставку. И тогда надо было формировать новое проевропейское большинство. Ну, это был не очень простой процесс. И, поскольку уже в самой стране не было единого мнения по поводу проевропейского курса, появилось внепарламентские проевропейские силы, и эти проевропейские силы внепарламентские, они стали в оппозиции и к нынешней власти. И это не могло не сказываться на наше отношение с Евросоюзом. Поэтому, так или иначе, вот эта внутренняя, скажем так, ссора дома, она сказалась и на наше отношение с Евросоюзом. Они, возможно, были более убедительны. Надо сказать, что были определенные вызовы, связанные с отменой выборов мэра Кишинева, вот те учителя, которые в этих молдотурецких лицеях и перемены, как бы, то, что мы перешли на другую избирательную систему от пропорциональных смешанных. Кстати, это было сделано и с поддержкой соцпартии. Поэтому все эти вместе взятые элементы, они, конечно, привели к тому, что наши отношения с Евросоюзом на сегодняшний день не так, как они были раньше. То есть, не история успеха, прямо скажем. Да. А мечты совсем другие. Ну, по крайней мере, не то, что не совсем другое. Я думаю, что даже в простых человеческих отношениях так самое между странами бывают периоды, когда отношения более тесные, более плодотворные. Бывают периоды, когда не так, немножко охлаждение вот таких взаимных отношений. То есть, вот вы характеризуете, вот я поняла, ключевое слово у вас охлаждение. Да, охлаждение. Но, если сказать, что отношения с Евросоюзом, они прерваны или заморожены, ну, они охладели за последний период. Что касается Российской Федерации, ну, здесь тоже непростая ситуация, поэтому мы ее унаследовали, может быть, где-то местами и были какие-то перегибы, но не согласен с господином Односталко, что наше правительство пытается угождать. Я вам скажу, что мы не так часто посещали Америку, как господин Дов посещал Россию. Потом, кто кому угождает, тут еще надо посмотреть. Совершенно верно, на то есть очевидный результат. Вы правы. Ну, знаете как, это опять ваша точка зрения. Поэтому, если вы говорите, что кто кому угождает, я думаю, если на паритете, то оно должно быть на паритете, чтобы это можно было видеть, что есть с одной среды, с другой стороны. Что касается опять стадиона, посмотрите, Российская Федерация имеет большую территорию на улице Штефан Челмарин на центральной улице. Почему бы, по сути, Соединенных Штатов Америки не могли бы иметь тоже хорошее место, чтобы вы понимаете, Нет, я не понимаю, вот зачем всегда во всем вот у нас Российская Федерация? Вы как смотришь новости, вот как СНН смотрю, ей-богу, а при чем здесь вообще сейчас Российская Федерация? При том, что мы говорим о реальной геополитике, даже если коммунистаристы, геополитики. Это не в посольстве, полагают. Да, да, да. Даже если не в том, что подожди, я прошу прощения, пожалуйста, я думаю, что принципиальность господина Дадона не промульгировать этот закон тоже связана с геополитикой. Собственно говоря, здесь ничего крамолевого не было. Это было нормальное решение правительства и парламента продать Америке этот участок, чтобы они построили свое посольство. Что тут такого было? Почему нужно было из этого такую политику создавать? Мы же даже не знаем, сколько он стоит, господин Гелецкий. Мы же не знаем. за даром этот участок. Она получит по той цене, которая должна была заплатить, скажем, по рыночной цене она купит этот участок. Она не будет по рыночной цене. Вы же были в парламенте, вы слышали, как докладчик говорил. Давайте так. Я не думаю, что по экономическим соображениям господин Дадон не промолгировал закон. Не по экономическим соображениям. Чисто по геополитическому. Нам обязательно посольство строят любой страны. Неважно, Америка, Россия, на центральном стадионе республики, пусть и бывшим даже. Да послушайте, господин Дадон и другие, которые были у власти до сих пор, почему из этого стадиона они ничего не сделали? Давайте тоже с этим согласимся. Что-то не винат этого правительства, что этот стадион Давайте спросим, почему за 9 лет правления вот этих властей, потому что мы рассматриваем сегодня 3 года, я думаю, правильно было бы 9 лет, это все одни. Вы также были в разных, будем так говорить, политических статусах. Согласен, да. Не отрицаю. Я был в этих проевропейских правительствах и первый Альянс, и второй Альянс, и сейчас вот это правительство. И почему они ничего не строили? Тоже вопрос очень важный. Ну согласен, что можно было, но не было найдено ресурсы для того, чтобы этот стадион возобновить. А мне кажется, дело даже не в этом. Вот я отчасти могу не согласиться ни с вами, ни с вами, потому что мне, например, кажется, что, понимаете, как еще не может ведь не волновать американцев мнение нашего общества. Вы же вспомните, что ни одно посольство не строилось вот так, вопреки, понимаете? Когда очень много людей, вы же активный пользователь соцсетей, не верю, что вы не видели, сколько людей возмутилось, сколько людей подписало эту петицию. И сколько людей, ну неважно, кто спровоцировал. Но, понимаете, когда ты видишь, ну надо разбираться, я соглашусь, но когда ты видишь конечный результат, в обществе есть некое отторжение. Значит, если ты видишь это, то надо, по крайней мере, начинать переговоры. Они же обещали переговоры. Ну ладно, это вопрос решенный. И, кстати, вот, знаете, мне интересно, а вот придет следующее правительство к власти, ведь в силе останется этот договор. Ну, вот проголосовываем парламент. То есть, вот они будут уже, Другая власть, я думаю, что они сделают большую ошибку, собственно говоря. Нет, я даже не... Понимаете, это получается новая цена, то есть, как-то ведь они договаривались, это получается новые условия. И мы должны думать, как эта ситуация, вот Господин Пойсик кивает, как она может развернуться в дальнейшем, потому что нам не все равно. Так? Вот... Абсолютно верно. Дело не в цене. Я еще... Ну, давайте мы же со всех сторон рассматриваем, господин Гилецкий. И это тоже. Я хотел бы вернуться еще буквально несколько слов по заработной плате, чтобы закончить. Вы своя... Я объясню, почему. Мы уже внешнюю политику обсудили. Нет, нет, нет. Это важный вопрос. Нет, когда говорим, что растет заработная плата, растет заработная плата, но сократилось количество людей, которые получают заработную плату. И за счет этого идет... У нас получается, что сегодня на одного человека в семье доход в среднем 967,3 лея. Он вроде бы вырос, да, но инфляция выросла на 65% за эти годы. И реальное повышение зарплаты на 14,9% всего за 9 лет. Вот я о чем говорю. Теперь смотрите, пентильная группа, это очень, как бы их никто... Это 20% населения разбить по доходам. Я просто назову цифры. 342 лея, вторая 596,4, третья группа 769, четвертая 1092, и пятая 2038. Вот представьте, это самое богатое, 2000 лея... Господин Польсик, я прошу прощения, у нас тема доклад премьер-министра. Я вас благодарю за такую подробную ту самую, но давайте мы вернемся к теме внешней политики. Я благодарю вас. Спасибо. Значит, сейчас мы будем говорить еще об одной важной части доклада, называется она «Борьба с коррупцией». Что меня, например, да, что меня, например, ну, я не буду давать оценок прям таких, но вызвала во мне эмоцию, это когда депутат-демократ, господин Дудник, он похвалил премьер-министра и все правительство в целом за весьма эффективную работу в деле борьбы с коррупцией. Понимаете, вот он так прямо и сказал, бюджет пополнился и за счет эффективной борьбы с коррупцией. Вот, господин Гилецкий, например, я знаю, что он всегда возмущается, когда называют этот состав правительства, парламента, прошу прощения, самым коррумпированным. Правда, господин Гилецкий? Правда. Да, вас это возмущает. А я вам всегда в ответ говорю другое. Я говорю, ну мы же должны с вами вспомнить, что именно при этом парламенте мы должны были расследовать кражу миллиарда. Все ли сделал наш парламент для того, чтобы те люди, которые виновлены в этой краже, чтобы они, по крайней мере, в соответствии, да, с теми полномочиями, которые есть у депутатов, чтобы они были найдены. Вопрос переадресую вам. Все ли сделали депутаты? Можем ли мы говорить, что у нас такая эффективная борьба с коррупцией? Давайте начнем совсем с простого. У нас 101 человек в парламенте, 101 депутат. И насколько у нас поменялся расклад политических сил, у нас вот эти сделки по сдаче в аренду, продаже, покупке депутатов. Господин Гилецкий, он имеет больше сроков парламентских. Я думаю, он подтвердит мою правоту. Такого никогда не было. Когда внутри люди друг к другу продаются, в прямом смысле слова, из фракции во фракцию, то о чем говорить, о каких возвратах миллиардов. И вот, кстати, очень правильно сказали, ни рубля, ни лея, точнее, ни вернулись украденного миллиарда. Головатюк им пытался несколько раз об этом сказать, но есть такая поговорка, перед свиньями не... Ну, не надо. Я прошу прощения, это в народе-то говорят, то есть это не я. Но, понимаете, ничего не было сделано для этого. При этом, да, идет показательное, будем так говорить, показательно борется. Кого-то жертвуют на алтарь борьбы с коррупцией. Это все делается под видеом фото-видеокамер. Но при всем при этом мы знаем некоторые персонажи, которые уже осуждены в первой инстанции по участию в банковских махинациях и кражах, до сих пор разъезжают по стране, занимаются... Но в других, в других махинациях, не в миллиарде. Да, вот, кстати, то есть здесь четко... Это принципиальная разница. Да, соглашусь. Вот здесь это очень важный момент. Потому что, когда на деле уже ты уже начинаешь смотреть, за что конкретно... Там совсем миллиарды... Абсолютно соглашусь. Мы видели препаратах. Там томограф-1, томограф-2 и так далее. Сегодня новость не могу удержаться, не сказать. Не знаю, видели ли вы ее, господа, но у нас сегодня некоторые родители, оказывается, детский сад платят 800 евро за школу, для того, чтобы ребенка устроили. Вот такая вот у нас ситуация. Я, честно говоря... Все об этом знают. Я вам больше скажу. Недавно приняли стратегию по борьбе с коррупцией в школе. То есть у нас масса документов разных стратегических, которых там принимаются. И вот очередной раз. У нас там педагогов ловят, что он взял коробку конфет 400-500 лей и так далее. Это преступление. А то, что... А когда крадут, то миллион лей? А то, что тот, к сожалению, вот так вот, то это же все, к сожалению, пыль в глаза. К сожалению, какие-то вещи проводятся, да? Они же понимают, что в обществе, очень огромный запрос на справедливость есть. И вот давайте мы вот этого доктора, которому мы отдаем последнее, потому что полис не работает, и в этом не виноват доктор и этот гражданин. У него тоже есть семья. Я не оправдываю, так, конечно, нельзя делать, но во всяком случае нельзя так однобоко рассуждать. Мы его сейчас посадим, придудно покажем, а после этого посмотрим, еще, может быть, и выпустим, как было с министром усатым здравоохранения. Помните? Он, кстати, сейчас продает на кафедре госзакупок медицины, по-моему, если я не ошибаюсь, в мединституте. То есть вот такое совпадение. Интересно, интересно там, господин Гелецкий. Я начну с того, что господин Анастасия, скажет, что в обществе есть большая такая потребность. И понятно, что эту потребность и оппозиция тоже не упускает. Они тоже говорят вот даже по поводу депутатов и так далее. Мне всегда вот удивляет. И за все эти годы, когда я был депутатом, я всегда старался и держался этого принципа. Депутат не прокурор, не судья. А почему-то депутатам или политикам тоже нравится, говорит, что если мы придем к власти, мы посадим. Эти у власти кого-то сажают, а те, которые в оппозиции, мы придем к власти, мы всех посадим, пересадим. Я что-то так думаю, что за юстиция у нас в стране, если все политики, они знают, кого нужно сажать, кого нужно выпускать и так далее. Неужели мы не можем понять до конца, что проблема в нашем, скажем, юстиции, в нашей юстиции. Вот где основная проблема. Я признал открыто несколько раз, что да, у нас большие, большие проблемы в этой области и нам нужна большая политическая воля, не только воля, нужно знать, как этот сектор реформировать, чтобы люди доверяли юстиции. А когда депутат, или когда министр, или какие-то там чиновники будут там обещать золотые горы, что они будут бороться с коррупцией, это никогда не искоренится, господин Анатсарко. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, по поводу депутатов, я уже тут в передаче Людмилль несколько раз говорил, давайте не забудем о том, что этот парламент прошел через большой кризис. Если вы считаете, что это является нарушением, это коррупция, что депутат должен не иметь права покидать свою фракцию, партию, зачем нам вообще депутаты в парламенте? Вот если фракция коммунистов или партия социалистов, она взяла 25 депутатов, ну дайте господине, госпоже Гречаной 25 акций, и она будет каждый раз голосовать. Зачем вы вообще в парламенте там нужны? Поймите правильно. Не, ну нельзя так абстрагироваться, понимаете, потому что вы всегда бросайте тень, бросайте тень, в том числе и на меня. Если нужно, рукой на библию я вам скажу. Никогда не произносил фамилию Гелецкий. Ну вы сказали, что депутаты продавались и так далее. Ну нельзя эти вещи делать. Ну не про вас же говорят. Вы так вот... Можно одну цитату? Одну цитату? Ну давайте. Значит, Добран Зубряну, который сейчас позволяет коррупцию, в феврале 15... Не возглавляя коррупцию, а депутатами по борьбе с коррупцией. Да, это разные вещи. Я не совсем оговорился. Я сейчас объясню, почему. Не совсем оговорился. Значит, в феврале 15-го года, сразу после кражи миллиарда, он сказал, это дословная цитата, я ее опубликовал, то есть я перепечатал где-то, могу показать. Он сказал, что нам все известно, кто взял деньги, сколько взял, куда ушли деньги и так далее. Еще господин Китраро об этом говорил. А он тогда был, Зубряна был начальник следственного управления. Я помню, как господин Китраро об этом говорил. Осталось за малым выяснить, эти деньги не забрали себе, либо работали за комиссию. Вот поэтому у меня к вам хороший вопрос сейчас. Именно к вам, господин Пойсик, вот есть много споров, что в эти деньги можно вернуть, нельзя вернуть. Скажите, сколько, кстати говоря, что вернули уже некоторую сумму. По вашим данным, какую сумму с этого миллиарда вернули? И есть ли у нас вообще шанс? Не бануться. Не бануться. Вообще жестко. Почему? Объясняю. Потому что то, что они возвращают, они продают активы. Но продают активы, вы представьте, в банке Деэкономии там больше половины была собственность государства. То есть государство из этого кармана, это была его собственность, они взяли, продали, и вроде бы пошло в погашение миллиарда. То есть государство украденные деньги, свои же деньги, активы продало, и в данном случае вы были акционером банка Деэкономии, или банка Сочиала, или у Небанка, да? Вы честно заплатили деньги, и у вас деньги украли, да? А имущество, которое принадлежало вам, его продали и дали возмещение кому-то. Идет вопрос, конкретно украли деньги. Известно как, что... И всем известно, по какой схеме, кто конкретный выгодополучатель. Я прошу прощения. Такие популистские заявления всем не известно. Нет, нет, нет. Госпожен Гелецкий. Я хочу, чтобы вы пришли к власти, и чтобы вы разобрались. Нет, нет. И чем вы это говорите? Значит, такие банковские... Банковские кризисы были во многих странах. Я не знаю, так угощенный популистский представлять эту картину. Понимаете? Такой схемы, чтобы 42% денежной массы в стране, которая была у физических, юридических лиц, это вот, о той сумме я говорю, по отчетам Национального банка, украли. Такого нет. Я когда американцам это говорил, послу сказал, он говорит, такое не может быть. А теперь я просто... Вы говорите, что я как бы голословный. Значит, я много лет читал банковское дело. Я очень хорошо знаю банковские законодательства. По банковской законодательству запрещено в одни руки давать больше 15% от совокупного нормативного капитала. То есть, от собственных средств банка, то есть, денег акционеров. Для банка Сочиала это 70 миллионов. Что сделали? Пять банков, Агроманк, Мониконбанк, Виктория банк, Унибанк и банк Адекиномед скинули деньги в банк Сочиала. Легко проверяется. Берете баланс банка на 30 октября стакан 140 альтиактивы 60 миллионов. На 30 ноября 17 миллиардов 860 миллионов. 24-25 ноября 2014 года 13,3 миллиарда леи выделяется пяти фирм. Я публиковал статью название фирм есть и так далее. Выделяется 13,3 миллиарда. Подчеркиваю, при любых обстоятельствах можно давать только 70 миллионов. Хорошо, я поняла. Господин Гилец, у вас есть другие данные? Вы возмущались? Что-то вернули? Если можно, назовите эту цифру, если вернули, по вашему мнению. У меня цифр сейчас нет. Я знаю, что немного вернули, но небольшую часть вернули. Но не в этом суть. Суть в другом. Суть в том, что когда я слышу такие заявления, я говорю, они чисто популистские заявления, что мы знаем, мы знаем все схемы и так далее. А мы забываем о том, что это банка для экономии, она умышленно, она шла к банкротству. За эти годы были разные у власти, использовали этот банк для экономии, выдавали эти кредиты без того, чтобы эти кредиты имели достаточные гарантии и тому подобное. То есть, это очень комплексная проблема, которую мы пытаемся просто упростить для того, что приходит выбор и указывает на кого-то пальцем, что этот что-то не сделал. Я знаю, например, что в Америке, когда Обама был президентом, он не миллиард, он сотни миллиардов они из бюджета вытащили, потому что там тоже рухнули банки. И до сих пор они еще до конца не разобрались, кто там, куда там и так далее. В Америке 100 миллиардов это насчет их объема в экономии. Но вы же понимаете... Я понимаю, господин Анатолийский. Я говорю по сути, понимаете, не так, надо так упрощать. В Румынии был банк Орекс, который тоже рухнули и до сих пор, до конца тоже не выявил. Если вы не против, я продолжу вашу логику. Одно предложение вы будете продолжать. Но все сегодня соглашаются, в том числе Международный валютный фонд, Международный банк, что те ужесточения, те изменения в законодательстве сделали гораздо сложнее, чтобы на будущем какие-то махинации проходили по банковской системе. А то, что были какие-то открытые щели, кто-то там злоумышленных использовал, ну понятно, мы оказались перед этой ситуацией. Много раз воровали. Есть материалы счетной палаты, два материала. Вы согласны? Но это имеется в виду разовая сделка. По этой разовой сделке ни один человек не привлечен к ответственности. Единственное, кто пострадал, Эмма Табырца, которая сидела в операционном зале 25-26 ночи. Это вице-президент. я для зрителей. И следила, чтобы эти платежи, вот эти 13-30-е, их конвертация и так далее, проходила незамедлительно. Потому что любое переселение свыше 500 тысяч леев, это знает каждый студент. В соответствии с законом борьбы с юридом от моего денег, если есть сомнения, а там сомнения были, студент любой знает у меня, значит, они должны были передать в следственные органы. Благодарю. У вас у нас очень мало времени остается, буквально совсем. У вас была реплика, вы хотите сказать? Очень коротко. Буквально продолжить вашу логику. Господин Гелецкий, вы очень правильно затронули, что нужно уйти от популизма. Денег нет, это факт, это не популизм. Признавали все руководители силовых органов, то, что мы знаем, где мы знаем, сколько, как и так далее, и так далее, и так далее. Возвращаемся. С 15-го года, как я сказал, поиск, деньги все идут, идут к нам в страну, но их пока нет, они не дошли, видимо, наши границы не открыли. На сегодняшний день докладчик по краже миллиардов в парламенте, мы с вами присутствовали, он лично сказал о том, что ни лея не было возвращено из украденных средств. Да, то, что были активы, конфискаты у других, это продается, но это не украденные средства, это не те деньги, которые украли. И факт того, что мы сейчас платим по 800 миллионов, миллиарду в год, я имею в виду, правительство возвращает за обслуживание, это тоже факт. Поэтому в этом плане я с вами согласен, что надо уйти от популизма, я вот эти конкретные вещи решил перечислить, чтобы зрители понимали, что такое конкретика в данном случае. Я не знаю, может быть, вы меня сейчас поправите, и этого не было, но я вас троих спрашиваю, людей, которые прям вот читали, даже не были скрупулезно этот доклад, вы там увидели озабоченность премьер-министра по поводу оттока населения? Это же я не видел. Секунду, это мое мнение сейчас, я просто его сейчас излагаю, вы можете со мной соглашаться или нет, но мне кажется, что вот в отчетном докладе эту проблему нужно было поднимать, не просто ее затрагивать, а поднимать ее очень-очень высоко, потому что когда мы все знаем статистику, сколько человек у нас уезжает, как эта проблема, она волнует уже, я не знаю, буквально, наверное, каждую семью, и с этим непременно надо что-то делать, и может быть нечего было сказать, но это другой вопрос, вот я нашла такое, такие данные, что население республики, наше с начала 90-х, значит сократилось на миллион, возраст шестой части граждан превышает 60 лет, ситуация продолжает ухудшаться, согласно данным ООН, к 2050 году каждый третий гражданин Молдовы будет гражданин пенсионного возраста, не знаю, вот нашла вот такие данные, и честно говоря, мне кажется, это самое важное, о чем нужно, чтобы не говорить. они получают зарплату, ровно столько же, как листы пенсионеры, я назову еще одну цифру, нет, я хочу сейчас послушать комментарий, да, я вам предоставлю слово, мы же говорим, чтобы оставить предельные рабочие места, у нас создано предприятие, за прошлый год, 5,5 тысяч, а ликвидировано 7,5 тысячи, господин Делецкий, вы согласны с тем, что эту проблему премьер даже не обозначил, и это плохо? Не согласен, потому что он не обозначил, он говорил на эту тему, кстати, я ему задавал вопрос, как раз на эту же тему, и он отвечал, и я его спросил, почему этот вопрос как бы находится в конце доклада, он сказал, что да, я понимаю, но в то же самое время, я считаю, что правительство предприняло определенные шаги, для того, чтобы этот отток был меньше, он назвал программу, какую? Ну, Примакас, Первый дом, и программа 1 плюс 1, которые, как бы, они предусматривают некоторые, скажем так, мотивы, чтобы люди дома оставались, но я вам скажу, что я вот с чем не согласен? Я не согласен, я понимаю, что это одна из проблем, которые есть сегодня в обществе, но драматизировать эту проблему, я считаю, что неправильно, потому что это реальность сегодняшней жизни, одна из преимуществ Евросоюза в том, чтобы люди свободно передвигались. Я недавно читал статистику в Америке, где-то 60% американцев, которые родились у себя дома, они не живут, в том месте, где они живут, а в Америке, скажем, там три часовых пояса, то, что сегодня люди свободно передвигаются, Что человек имеет право выбора. — Он не переезжает из Камрата в Телинешт. — Не, ну я понимаю, но поймите правильно, Володя. Если ты переезжаешь не из Камрата в Телинешт, и, кстати, это тоже фактор, да, что мы говорим, я родился в селе, я сегодня живу в Кишиневе. Почему я это должен драматизировать? Это нормальное явление. Понимаете, как? А если ты садишься в самолет, и ты через час там или через полтора часа в какой-то европейской стране, а с одного берега Америки на другой берег, это тебе нужно пять часов лететь. А если взять Россию 12 часовых поясов, понимаете как? — Не надо драматизировать, понимаете? — Не-не-не, я просто хотела бы... — Мы жили в Советском Союзе когда? — Да, да. — И в Советском Союзе, когда кто-то родился в Кишиневе, а потом переехал в Красноярск. — Да, прописка была нужна. — Для кого-то проблемы не было. — Господин Гилетский, здесь вы правы. — А сегодня так политизируем, понимаете как? — Господин Гилетский, здесь вы правы. Знаете, в чем только не права? — В чем? Дело в том, что эти люди оставляют свои семьи, своих детей и едут и занимаются нелюбимым делом. У них не такая миграция, что они по работе, как в тех же Соединенных Штатах, где они ищут. Они живут там, где их работа. Они едут и занимаются тем трудом, который, к сожалению, их не устраивает. Они по профессии у нас могут быть гораздо более квалифицированы. Это тоже правда. По минутке вам дам еще, если можно, потому что мы вышли из графика. Маленькая цифра уточнения по поводу детей. У нас, согласно официальной статистике, сегодня более 30 тысяч семей. Дети, которых живут без родителей, без мамы, с бабушкой в лучшем случае. Это что касается... Господин Гелецкий сам знает эту проблему, потому что я видела... Это достижение никогда не было, к сожалению. К сожалению, это есть. Констатировать, что можно. Да, есть определенные подвижки, будем так говорить. Они безрезультативны, потому что одно дело, что мы стараемся сейчас помочь пенсионерам, даем подачку в 600 лев. Это же перед выборами сделано. Это не было сделано по приходу к власти, чтобы показать серьезные намерения правительства X, Y и Z. Это было сделано сейчас. Тот же самый закон о заработной плате. Мы подняли люди на 90%. Но никто не говорит, что они тысячу лей жили. И на 90% 1900 лей. Ну попробуйте жить на прожиточные минимумы. Вот вам здесь честное слово, господин Гелецкий предлагает. Давайте мы через несколько дней сядем вдвоем на прожиточные минимумы. Мы покажем нашим градусам, что такое жить на 1800 лей. Ну вот если вы вдвоем договариваетесь, мы вас снимем даже. Как вы будете жить на эти деньги. Господин Гелецкий дает добро. Мы снимем такой материал, да. Мы начинаем этот эксперимент по самоуничтожению в месяц. Если вдруг вы решитесь, да. Спасибо. Я вас благодарю. Время, если коротко. Господин Гелецкий дает добро. Самая бедная страна Европы горячится из последних сил для того, чтобы ребенок родился, чтобы его воспитать, дать ему образование, дать ему профессию. И он после этого уезжает за рубеж и там создает ВВП. А таких миллион. Причем уезжает туда не средний житель, а наиболее инициативный, предприимчивый и подготовленный. А нам оставляют либо резать провод, либо вставлять пшеницу, то есть производить примитивную продукцию. Вот в этом проблема. Очень хорошее заключение итогового характеристика, вот очень короткая всего. Поздравить всех с Рождеством, с наступающими праздниками, пожелать обильных благословений в эти предстоящие праздники. Мы присоединяемся к поздравлениям. Я только скажу, что мое предложение в отношении сюжета, если вы решите жить на этот праздничный минимум оба, то оно остается в силе. Думайте, пожалуйста, телеканал Акчин ТВ готов предоставить вам экран. Хорошо, спасибо вам большое за то, что мы обсуждали такие вещи. Мне кажется, много для наших телезрителей было открытием сегодня, правда, потому что много мы деталей на свет Божий, что называется, вытащили. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова